Я за свою квартиру в панельном доме плачу 9,5 тысяч. Мы платим колоссальные деньги. Содержание жилого фонда в Москве мы платим 25 рублей за метр. В Казани 18, в Ярославле 15, в Астрахани 12. Мы платим фантастические деньги, например, за воду. Наша городская компания, Мосводоканал, зарабатывает чистые прибыли на нас. 3 миллиарда рублей, после чего снова говорит, повышаем тариф. Я говорю, ребята, вы куда дели 3 миллиарда? Если вам нужно какое-то положение, ну вложите эти 3 миллиарда. Ну 3 миллиарда ушли, они говорят, нет, нам нужно что-то построить, поэтому увеличим тариф, пусть москвичи заплатят, после чего они все равно ничего не строят. У нас в тариф включена так называемая инвестиционная составляющая. Абсолютный вымысел. Нам рассказывают, что якобы построены новые электростанции, везде проложены новые трубы и так далее, но ничего же этого не происходит. Я хочу стать мэром, который наведет прозрачность в этой системе. Хочу стать мэром, который сделает так, чтобы жители сами, если они зафиксировали, как вот у вас в районе, что якобы провели на миллион рублей ремонт в подъезде, но ничего не провели, чтобы жители сами могли подать в суд, взыскать эти деньги, чтобы управляющие компании были прозрачны. Даже сейчас в теории по закону, вот вы должны зайти на сайт управляющей компании и просто полностью увидеть, что включено в тарифе. Идите попробуйте это сделать. Вы ничего не узнаете. Я стану мэром, который наконец-то наведет элементарный порядок. И тогда мы увидим, что тариф на ЖКХ в Москве, он не просто не должен расти, он должен снижаться. Мы и так платим очень много. Я, извините, сюда пришел для того, чтобы вас спросить. Скажите, пожалуйста, в вашей районной поликлинике УЗИ-диагностику легко пройти? Невозможно. Нет, может быть легко, а не может быть такого, что невозможно. Неужели Сергей Семенович Собянин соврал? Потому что говорят, у него на палаточке написано, что Собянин купил москвичам 1200 аппаратов УЗИ. Должно быть очень легко пройти УЗИ-диагностику. МРТ у вас легко пройти? Да что вы говорите, да? Нет, кто-нибудь бесплатно смог пройти МРТ в короткие сроки? Все смеются. МРТ-томограф. Вот вы знаете, какая паразития? Поэтому я сюда к вам и пришел. Потому что я знаю, что на программу модернизации московского здравоохранения потратили 100 миллиардов рублей. И мы в ходе борьбы с коррупцией занимались тем, что раз забирали эту программу, и просто видели, что они эти деньги потратили для того, чтобы купить оборудование в два раза дороже. Сейчас это дорогое оборудование стоит, накрытое там полотенцем, на нем работать никто не может. Мы в теории по количеству томографов обгоняем любую европейскую страну. Но томографию пройти невозможно. Мы просто невозможно. Будем идем и проходим, если не дай бог, у кого там есть родственники, друзья с онкологическими заболеваниями, за деньги все это делаем. Хотя томографов у нас огромное количество. Я хочу стать мэром, который прекратит наконец-то вот этот вот кошмар с безумными вложениями, закупкой оборудования, на котором никто не может работать. Я хочу стать мэром, который будет инвестировать в врачей. Нужны терапевты, нужны врачи общей практики, нужны те люди, которые умеют работать на этом оборудовании. Да мы уже находимся в такой катастрофе с точки зрения здравоохранения, ввиду отсутствия врачей, что нам их хоть за границу нужно отправлять, чтобы они через пять лет возвращались, хотя бы детей наших лечили, если они нас не могут полечить. И я это сделаю, потому что мне неинтересно отправлять все деньги на каппуложение, чтобы миллионеры становились миллиардерами, чтобы главврачи просто вот-вот-вот-просто были реально одними из самых богатых людей в Москве. Я хочу, чтобы моя семья могла пройти УЗИ-диагностику в моей обычной поликлинике. Я хочу, чтобы эта электронная регистратура работала, потому что сейчас стоит компьютер в электронной регистратуре и в обычной регистратуре. И нужно и туда, и туда талончик получать. За что потратили-то 100 миллиардов, если они между собой проводом не соединены? Я сюда пришел спросить, вас проблемы миграции волнуют? Очень еще как. И меня волнует очень сильно. Я не знаю, вот у вас черхизон закрыли, а вы знаете, его куда перенесли? Ко мне. Да, на самом деле, вот на Юго-Восток перетащили, все это птичий рынок и так далее. Но я предполагаю, что хоть его перенесли ко мне, у вас проблем миграции не стало меньше. Я иду на выборы, потому что я точно знаю, наверное, как и вы, что этих мигрантов сюда тащат не потому, что есть рабочие места, а потому что на них легко наживаться. Это источник наживы. Чтобы никто не сказал, что я манипулирую цифрами и привел подставных людей. Скажите мне, пожалуйста, сами, какая зарплата у дворника, который работает в вашем подъезде? Двенадцать, пятнадцать, восемнадцать. Сколько? Десять. Сколько? Ага, вот видите, интересная штука. На каждом митинге мне начинают называть цифры. Восемь, пятнадцать, двенадцать, а потом кто-то поднимает руку и говорит, а официально или неофициально? Вот такой вот удивительный секрет, который знают все пятнадцать миллионов жителей Москвы, что мигранты сюда тащат сотнями тысяч, селят их в домах под снос, селят их в подвалах, в квартирах по тридцать человек, потому что их можно держать здесь на положении рабов, потому что каждая со своей зарплаты отсёгивает десять-пятнадцать тысяч рублей. Это же просто знают все. Это происходит в открытую. Это сотни миллионов наличных денег, которые вот просто передвигаются из каждой управляющей компании, его права, префектуры, полицию и так далее. Но кто-то видит, скажем так, замечательную сторону денежной реки и из неё ведром зачерпывает. Но мы видим обратную сторону. Мы видим рост преступности, верно? Мы видим классы в московских школах. У нас появились классы в школах, где большее количество детей не разговаривает на русском языке. И эти дети ни в чём не виноваты. Они здесь родились. Они уже никуда не уедут. Они никакого Узбекистана в глаза не видели. И я хочу эту проблему решать сейчас, потому что иначе мои дети через десять лет столкнутся с практически неразрешимой проблемой. Когда вот те, кто сейчас в классах не говорит на русском языке, им станет всем по восемнадцать лет. Они граждане России. Они никуда не хотят уезжать. Они не хотят работать никакими дворниками. А ну а какими дворниками? Мы такие же, как вы, скажут они. Но у них нет ни знания языка. Они не могут поступить в институт. У них нет никаких перспектив в жизни. На чём они будут зарабатывать-то? Мы видели это уже всё. Мы видели. Многие страны через это прошли. Мы видели то, что происходило во Франции. Но нам что-то теперь нужно самим что-нибудь ждать десять лет? Мы не понимаем, во что это всё превратится? Понимаем. Я хочу стать мэром, который сейчас начнёт решать эту проблему. Я знаю точно, что бюджет Москвы — один из шесть триллионов рублей. Он уступает по размеру только бюджету Нью-Йорка и Шанхая. Мы на третьем месте по бюджету в мире. Вопрос к аудитории. Как вы считаете, на каком месте мы по качеству жизни среди крупнейших городов? Может, тоже на третьем? 154. Правильный ответ — 154 место у нас по качеству жизни среди крупнейших городов. А почему всё так вот ужасно? Видите, мы по продаже нефти, Россия — страна, нефть и газ на первом месте, а по уровню жизни на 69 месте. Москвы.